Девушки отдыхают Солдат и офицеров остаются в заложниках. Так, против своей воли и по глупости столичных начальников, они становятся разменными фигурами в начавшейся политической игре. Солдат и офицеров остаются в заложниках. В Москве создана специальная группа руководства операций. Ее возглавляет министр обороны Павел Грачев. Вечером 10 декабря командир 57 полка внутренних войск объявил офицерам приказ выдвинуться в район Хасавьорта и организовать оборону Герзельского моста. Высшие военные чины почему-то отдали строжайший приказ ни при каких обстоятельствах не открывать огня, чем и воспользовались боевики, устраивая многочисленные провокации против военнослужащих. Хасавьурт расположен вблизи границы Дагестана и Чечни. В этом районе проживает много чеченцев-акинцев. Когда дудаевский режим выдвинул идею объединения народов Северного Кавказа под эгидой Чечни, именно акинцам отводилась роль главенствующей нации на территории соседнего Дагестана. Это должны были бы учитывать столичные стратеги с большими звездами на погонах. 11 декабря в 4 утра полк подняли по тревоге. Колонны прошли по окраине Хасавьурта и стали занимать указанные позиции. Прямо в поле солдаты рыли окопы и блиндажи. До трагической развязки оставались часы. Выдвижение в указанный район на границе Чеченской республики при вводе войск в Чечню должно было происходить вообще вне населенных пунктов. И тем более вне населенных пунктов, такой как и в Союзах. Это основа была на информации, прежде всего, от людей, которые там жили. Организовать там массовые беспорядки в городе совершенно не составляло труда. И это я лично, как командир разведфорта, который получил какую-то информацию, понимал. Вот так, просто и схематично, в Генштабе рисовался план предстоящей операции. На все три недели. В Чечню с запада войска должны были войти по двум направлениям. Через Моздок и Назрань. Их конечная цель – Грозный. Туда же, через дагестанский Хасавьурт, выдвигались силы восточной группировки. Но, встретив сопротивление боевиков и местных жителей, они даже не перешли границу с мятежной Чечней. Ранним декабрьским утром личный состав 57-го полка внутренних войск выдвинулся в направлении Чечни. Именно этот момент виден на видеосъемке, которую ввели с вертолета. По замыслу командования, через несколько часов по Герзельскому мосту должны были войти в Чечню части корпуса генерала Льва Рохлина. У них был строжайший приказ – не стрелять. А ведь многие местные жители даже и не скрывали, что поддерживают режим Дудаева. В час дня в штаб-полка пришло срочное сообщение. Дежурные силы подняли по тревоге. В том числе и разведгруппу прапорщика Еремина. Сказали, что в районе одной из застав, где выставляли батальоны, ведется. Собралась толпа и там идет, то есть, будем так грубо говорить, разбирание оружия. Через живое кольцо из местных жителей, среди которых было много вооруженных мужчин, на помощь к своим пробивается и капитан Багдасаров. На месте происшествия фактически разоружали его однополчан. Понятно, что они там делали. Мне трудно было там разглядеть их действия. Но то, что я видел отчетливо, это на перерез через поле, в общем-то, цепочкой, уже человек, наверное, 50 точно, выносили боеприпасы, огнеметы, оружие. То есть, вот, насколько я потом узнал, они просто-напросто захватили вначале машину с боеприпасами. Ну и, соответственно, первым моим там помыслом было, ну, остановить это безобразие. То есть, мы, в общем-то, выдвинулись на перевес этой вот толпы, которая выносила уже, убегала с этими боеприпасами и вооружением. Толпа в тысячу человек преградила дорогу батальону. На этой оперативной съемке видно, как боевую технику окружают местные жители. Они настроены далеко не миролюбиво. Впереди женщины, дети, подростки. Позади группы вооруженных мужчин. Они что-то выкрикивают, видимо, руководят толпой. Однако прибытие бронетехники немного охладило пыл митингующих. Их удалось оттеснить от позиций батальона. Но ситуация продолжала накаляться. И вот мы так, то есть, со стороны Дагестана нашу коробку, как увидел, там сотрудники милиции, они говорят, не стреляйте, мы сами разберемся. И мы тут частично начали у них изымать. То есть, оружие, ну, тех, кого догнали. Местные жители полагали, что войска идут в сторону Грозного. И делали все, чтобы их не пропустить. Старики, женщины и подростки бросались под колеса бронетранспортеров. Детей клали на броню. Когда командиру батальона подполковнику Виталию Серегину передали приказ отводить технику и личный состав в расположение основных сил полка, кто-то перекрыл дорогу, выставив заправленный топливом бензовоз. Вокруг него сомкнулась людская стена. Отходить можно было только в сторону Хасавилта. Но там колонну ждала новая толпа. Где-то вот сзади уже стояли вооруженные люди, которые там отдавали какие-то команды. Причем даже, по-моему, я сам не видел, но стрельбу слышал. Толпа становилась все агрессивнее. Бойцы, помня о приказе, огонь не открывали. Они в Дагестане. На эту территорию действие президентского указа не распространяется. Солдаты терпеливо сидели внутри БТРов офицеры на броне. В какой-то момент, под крики женщин, на броне транспортеры стали запрыгивать мужчины и стаскивать на землю военнослужащих. Они явно провоцировали их на ответные меры. Там непонятно, ну, крики уже были, возгласы. Там кого-то избивали, кого-то пытались там, из тех, кто был наружу. Значит, наши пока ребята, которые на броне сидели, они не давали возможность, то есть, подойти к коробке. Старшие офицеры спустились к обезумевшей толпе и пытались что-то объяснить окружившим их людям. В следующий момент прапорщик Еремин, находившийся внутри БТРа, заметил, как на броню запрыгнули молодые парни из местных. Они буквально выдернули из командирского люка машины майора Афонина. Еремин скорее почувствовал, чем увидел. В этот же люк бронетранспортера снаружи кто-то просунул ствол автомата. Он был без магазина, и вот Марселя Ярулина, водитель у меня, ему вот подставили вот в это место, прямо в область шеи, вот сюда его, прям, ну, впритык фактически. Я посмотрел, что автомат без магазина, значит, ствол вниз нагнул двумя руками, его выдернули, и потом уже туда, слышу, что затвор передернули, и, значит, уже, ну, с магазином, то есть уже ему сюда присоединили. Я выглянул в люк, говорю, если солдаты выстрелите, я говорю, открой огонь. Далее события стали развиваться стремительно. Из толпы вырвался БТР, но его тут же догнали. Что было потом, Еремин помнит во всех деталях. Начали просто всех вытаскивать, у кого что у них было, там, кому, как говорится, досталось, кого-то били, там, кого прикладно, кого чем. И вот начали, то есть, по одному вытаскивать. Ну, меня последним тоже оттуда вытащили. И начали, потом появились какие-то люди в штатском, они начали нас ограждать, то есть, от действия бесчинствующей толпы. Так, всего за несколько минут на площади в Хасавьюрте было захвачено более 50 военнослужащих внутренних войск. Они не имели права сделать ни одного выстрела, даже защищаясь. Заметим, именно в это время через город должен был пройти корпус генерала Рохлина. Прибытие сюда этих внушительных сил предотвратило бы провокацию. Но у ее организаторов были развязаны руки, потому что, скорее всего, им стало известно, в тот день генерал Рохлин не выполнил приказ о наступлении. Помня об опыте войны в Афганистане, он потребовал письменного подтверждения приказа из Москвы. Шло время, Москва молчала. А в Хасавьюрте разворачивались трагические события. Командир 57-го полка еще не знал. Отныне некоторым его подчиненным уготована невольничья судьба на долгое время вперед. Военнослужащих держали в здании бывшей школы, пока составляли пофамильные списки. Потом разделили. Солдат и офицеров содержали отдельно. Через какое-то время пленных по 4-5 человек увезли по домам местные жители. Еремин, а с ним еще 4 человека, оказались в доме у пожилого чеченца. Здесь же находились двое его сыновей. Все вооружены, кто охотничьим ружьем, кто ручным пулеметом или автоматом. По местным понятиям, семья оказалась хорошей. Пленных накормили. Затем старик разговорился, даже предложил им уйти. Но Еремин старику не поверил. Ты выпустишь, говорю, нас. Мы за ворота зайдем, потом, говорю, стрелять начнешь. И он тут раз так это... А ты что, говорит, служил еще раньше где, что ли? Говорит, ну, на меня. Я говорю, да, да, служил. Он в Афганистане. Я говорю, да, в Афганистане. Он мусульман, говорит, наверное, убивал. Ну, я промолчал. Ну, ладно, говорит, это все, говорит. Самое главное, что тут, говорит, все миром закончилось. То, что вы по людям стрелять не начали, это вот самое главное. Старик успокоил. Никому вас не отдам. Но уже ночью возле дома остановился автомобиль. Через минуту в комнату ворвались вооруженные люди. Вошло там три представителя. Ну, видно из бандитов. Ну, бандиты, видно, видно такой, что... Или бывший, может, заключенный какие-то такие. Очень резко так переговорил. И они прям встали. И оружие было направлено, в принципе, в их сторону. Старик сдержал слово и выпроводил ночных посетителей. Таких визитов больше не было. А тем временем командир части приказал капитану Багдасарову переодеться в гражданскую одежду и отправиться в Хасавюрт, чтобы выяснить, где содержат пленных. Втроем Багдасаров, офицер-спецназовец и солдат-водитель мотались на уазике по Хасавюрту и окрестностям, опрашивали доверенных людей, стараясь найти хоть малейшую зацепку. Им удалось выяснить, возможно, пленных отпустят. Но когда, неизвестно. В тот день в городе вообще царило полное безвластие ни милиции, ни представителей местной администрации. При этом на выезде их в Хасавюрта появились КПП, сложенные из железобетонных блоков. Их явно приготовили заранее. Какие-то вооруженные люди здесь тщательно досматривали все проезжавшие машины. Какую власть они представляли, непонятно. Они пытались остановить и машину Багдасарова. У нас были документы прикрытия, у нас было оружие, у нас, в общем-то, все было. Но нам, честно говоря, не хотелось, чтобы нас досматривали и проверяли. И эта ситуация достаточно щекотливая была. С одной стороны, мы понимали, что действие этого блокпоста незаконное, а мы, собственно говоря, представители законной власти. С другой стороны, мы понимали другое, что в данный момент закон, их закон, он главнее, чем наш закон. Утром 12 декабря в Хасавюрт прибыл замглавкома внутренних войск генерал-лейтенант Станислав Кавун. Он был уполномочен вести переговоры об освобождении военнослужащих. Правда, никто из боевиков встречаться с ним не стал. Как водится, они спрятались за спины женщин и стариков. Вот я перед вами, что я. Если у меня сейчас подставка здесь 59 солдат, которые задержали вчера, я готов сам к вам пойти. Какие петли? Я готов здесь быть у вас. Патальюрки сидят. Пока шли переговоры, Ерюмин начал готовить побег. Он хорошо изучил местность и ждал удобного случая. А еще он не верил добрым заверениям своих хозяев. Было ясно, пленные нужны боевикам, как живой товар, который можно продать или обменять. Рано или поздно боевики найдут подход к старику, который не сможет им отказать и выдаст заложников. Вот с ним разговариваешь, да? Он вроде как бы хочет казаться там чистосердечным. Но с другой стороны такое ощущение в данный момент создается, что черт его знает, как это все, как говорится. Лучше, как говорится, быть подальше. То есть придерживать таких людей на расстоянии все равно. Следующей ночью Сергей решил ничего не предпринимать. А вот на третью уходить. Но все повернулось по-другому. На следующий день за нами уже тоже подъехали люди в штатском вечером. В штатском. Забрали нас. Там жигули стояла машина. И они нас в это жигули посадили вниз. Сели мы за сиденье туда. Они нас прикрыли и привезли там. Кто были те люди в штатском, Еремин так и не узнал. Поговаривали сотрудники спецслужб. Тогда остается загадкой, почему с такой скрытностью они перевозили пленных. И почему освободили не всех. В заложниках остались 7 офицеров и 12 солдат. И среди них был старший лейтенант Борис Болтнев. У нас ближе к утру, я не знаю, еще было темно. То есть может это 5-6 часов. То есть как бы зима, темно. Нас перевезли в Розный. Тоже в эту ночь. То есть ближе к утру. Их везли на двух машинах, увешанные оружием чеченцы в форме президентской гвардии. Ехали открыто по трассе Ростов-Баку. Еще вчера здесь располагались опорные пункты подразделений полка внутренних войск. Сейчас никаких постов не было. Лишь на границе Дагестана с Чечней дежурили дагестанские милиционеры. Без какой-либо проверки машин с людьми они спокойно открыли шлагбаум. Как эффективно использовать пленных военнослужащих в качестве живого щита, сторонники Дудаева поняли еще в августе 1994 года. То есть за 4 месяца до описываемых событий. В российском руководстве считали, что к этому времени Дудаев потерял большинство своих сторонников, упустил власть и уже не управлял республикой. Каждое село, каждая община жила по своим правилам. В Москве не сомневались. Ни мятежного генерала сочтены. И боялись, что новым лидером в Чечне может стать Руслан Хасбулатов. Его авторитет в республике был очень высок. Видимо, в Москве решили из двух зол выбрать меньшее. И 26 ноября в Дрозни ввели танки. Дело даже не в том, что они шли без прикрытия пехоты и стали легкой добычей тудаевцев. Главное, танками управляли люди славянской внешности, одетые в военную форму. Когда их взяли в плен, идеологи Ичкерии обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела республики. А Дудаев в глазах соотечественников стал спасителем и национальным героем. Благодаря шумихе вокруг освобождения танкистов и уступчивости Кремля, боевики сделали выводы о роли пленных в предстоящей войне. А эти кадры, снятые в канун нового 95-го года, обошли все телеэкраны страны. Мы еще не раз вернемся к этой съемке. Некоторых героев фильма здесь можно в последний раз увидеть живыми. Когда стало ясно, что Грозный вот-вот возьмут федеральные войска, Болтнева увезли в Шали, в бывший следственный изолятор районной прокуратуры, где бандиты устроили тюрьму. Шаляк перестали кормить, то есть как бы это... Ну там... Такие ребята были достаточно суровые. Могли как бы вывести, пострелять под ноги, допустим, над головой пострелять. Судя по всему, охранники были хорошо знакомы с тюремными порядками. Видимо, прошли эту школу, сделав по нескольку ходок в зону. Поэтому все устроили по своему разумению. В камере вместе с Болтневым постоянно находились еще около десяти человек. То и дело к ним подсаживали стукачей из местных, которые слушали, а потом передавали охране, о чем говорят заключенные. В ужасных условиях пленные были брошены выживать. Воду пили из этого... То есть как бы батарею отопления, трубу там сломаешь, допустим, она не действует. Оттуда течет вода зеленая там. То есть как бы вот такую воду. Либо из речки. Либо вот я ведро утопил в этом канализационный люк. То есть на улице, во дворе. Дверевка тонкая была, я его утопил просто. И что она оборвалась. Оказалось, один из пленных, контрактник, служил в Афганистане вместе с боевиком-охранником. Заключенному разрешили сообщить о себе жене. И та вскоре приехала в шали. Борис написал на каком-то бланке телефон родственников. Эту записку его товарищ сумел передать жене во время свидания. Те люди позвонили жене, Лене, что он находится в шали. Она прибежала и говорит, Борис сообщил. Но Андрей когда уезжал, он все время такой был. Я никогда семью под удар ставить не буду. Я никогда ни номеров, ни матери, ни семьи никому давать не буду. Все, что случится, случится со мной только. Лилия Романова поехала искать сына Андрея. Добралась до Хасавьюрта. Оттуда местные жители на собственной машине привезли ее в шали. Здесь ей рассказали, что пленные находятся в бывшем следственном изоляторе. Через несколько дней женщина все же упросила охранников разрешить ей встретиться с Болтневым. Его ввели вот так на стул. Он сел. Я говорю, Боря, ты как это? А он говорит, я говорю, Андрей-то где? А он говорит, Андрей дома. И вот он стал рассказывать все от Хасавьюрта. Он говорит, нас там распределили по трое. И вот в 11 часов вечера входит чеченец и говорит, Романов, идем с нами. А я, говорит, встал и говорю, я боялся, говорит, без Андрея оставаться. И говорю, возьмите меня с Андреем. А он говорит, а ты посиди. Бориса боевики считали неблагонадежным. А он и вправду задумал бежать. План был прост. Во дворе стоял заправленный КАМАЗ, захваченный боевиками. Ночью, когда большинство бандитов спит, Болтнев планировал хитростью заставить охранника открыть дверь камеры. Скажем, обозвать или как-то еще его оскорбить. Затем попытаться оглушить или даже убить. Выбраться во двор. Тихо вывезти грузовик и по газам. Дело оставалось за малым. Уговорить водителя КАМАЗа, который был сокамерником Болтнева. Правда, выяснилась еще одна сложность. Есть вопрос в том, что никто не знал, в какую сторону ехать. И где вообще это находится. Как это что повезли. Туда нас, нас повезли с завязанными глазами. На автобусе. То есть, как бы, я поселок, я не знал. И, в принципе, никто не знал. Ну, в любую сторону можно было попробовать. То есть, как бы... Ну, так, это... Ну, хорошо, что нашлись люди, которые не согласились. Наверняка беглецов бы поймали. И тогда их участь была бы предрешена смерть. Но судьба опять распорядилась по-своему. Водителя КАМАЗа отпустили в обмен на тела погибших боевиков. Накануне рядом с Шали морские пехотинцы уничтожили бандгруппу. Трупы заминировали. Пленному водителю выдали кусок грязной простыни. Тот сделал из нее флаг наподобие парламентерского и отправился сдаваться к своим. Ночью пришли, дали ему тряпку, сказали, вот у тебя есть шанс выживать, найти белую тряпку, пойдешь в трех километрах. Но это мне потом рассказывал. То есть, как бы я в тот момент не знал, в трех километрах стоит морская пехота. Значит, дойдешь туда и скажешь, чтобы разминировали наши трупы, вот за это вот они получают тебя, как бы, живого. Вот. Ну, если дойдешь, то молодец, не дойдешь, то есть, как бы это. Ну, я так понял, что он дошел в итоге. 30 марта 95-го года после трех месяцев плена Бориса и еще одного офицера обменяли на захваченного боевика. Для бандитов заложники уже стали ходовым товаром. Их можно было менять на захваченных в плен сепаратистов. И даже требовать от командования федеральных сил за голову солдата или офицера освобождать преступников, отбывающих наказание в различных регионах России. Кроме того, пленных использовали и в пропагандистских целях, попутно выставляя бандитов этакими благородными рыцарями, что-то похожее на эту рекламную акцию. Вот эти ребята, которые были в плену, вот они могут сказать, как обращаются с ними чеченцы, племянам воины, ислама. Как обращаются с вами? Скажите вот перед этим. Ну, говори, говори. Говори, говори обращаются. Обращались нормально, что жили вместе, ели то, что они, то и мы. Одет он нормально, никто не обижал. Этих ребят только покажут обезумевшим от горя матерям, но не освободят. Зачем торопиться? Их еще можно использовать в своих целях. И таких рекламных трюков было немало. Правда была в другом. Это два снимка одного и того же человека, сделанные с разницей в три месяца. Такую фотографию боевики прислали матери майора Олега Дедехкаева. В конверте было и письмо, написанное рукой Олега. Он сообщал, что люди, которые его удерживают, предлагают обменять его на двух чеченцев, отбывающих срок в какой-то колонии в Севири. Я с этим письмом приходила сюда, к нам, в управление. То есть я все объяснила, все сказала, все рассказала. В общем-то, вопрос начали решать, но почему-то он не решился тогда этот вопрос. Олега взяли в заложники 11 декабря 1994-го. В тот момент он исполнял обязанности заместителя командира части по воспитательной работе. Во время нападения на колонну находился в расположении основных сил. Командование полка попыталось своими силами освободить пленных. Майор Дедехкаев, как официальный представитель части, днем 11 декабря дважды ездил на переговоры в Хасовьёдке. Оба раза неудачно. К вечеру отправился в третий раз. Обратно боевики его уже не отпустили. Затем отвезли в дом, где держали под замком подполковника Серегина и майора Афонина. Тамара узнала о том, что ее муж взят в плен в тот же день. Из сообщения по радио. А потом увидела эти кадры в теленовостях. Приказ, есть приказ. Приказ может быть разумный, может быть бездумный. Так как вот сейчас здесь, что происходит здесь. С этого момента Тамара ничего не слышала о судьбе мужа, вплоть до марта 95-го, когда пришло это письмо и фотография. С нее смотрел изможденный, но не сломленный человек. После этого боевики еще несколько раз звонили матери офицера во Владикавказ. Предлагали командованию все новые и новые варианты обмена. О каждом таком предложении Тамара сообщала представителям внутренних войск. Но все оставалось без ответа. Вскоре замолчали и боевики. А военное командование по-своему успокоило убитую горем женщину. Мне принесли официальное сообщение о том, что вот он. Что его нет, что его... Что вообще место сохранения не представляется возможным найти. Причем рапорт подписан двумя генералами ФСБ с подробностями. Как и что с ним делали. Зачем мои дети и я должны были об этом знать, я не знаю. Вот этот официальный документ, из которого следует, что майор Девихкаев умер в результате психологических и физических пыток. Так, установить место захоронения не представляется возможным. По сути, силовые органы просто отказались продолжить его поиски. Вскоре суд признал офицера погибшим. И Тамаре выдали это свидетельство о смерти мужа. Так поставили точку на боевом офицере. Но через месяц выяснилось, майор Девихкаев жив. Мне сначала позвонил он сам. Ему отправили сразу во Владикавказ. И он мне позвонил уже из Владикавказа. Вот, ночью. Поздно ночью. А утром, утром, мне позвонили уже из округа. И сообщили о том, что его освободили. Но я уже все знала. Олега обнаружили совершенно случайно. Когда просматривали видеозаписи, захваченные у боевиков. Майор узнал, кто-то из офицеров. Когда-то вместе служили. Выяснилось, что его и комбата Серегина содержат рядом. После переговоров их обменяли на пленного боевика. Так Олег выглядел в день освобождения. Эту справку ему выписали в штабе группировки внутренних войск. Через несколько дней он вернулся домой. После госпиталя навестил жену, сослуживца и близкого друга майора Афонина. Он был начальником разведки полка. На этой фотографии офицеры вместе, но вскоре их пути разошлись. Олег рассказал об их последней встрече. После съемки заложников в Дудаевском дворце в Грозном. Их разделили и майора Афонина увезли в неизвестном направлении. Он говорит, мы ничего даже о нем не слышали. Потому что когда мы были в этом бункере, сидели в Грозном. Пришли сразу эти душманы, как их называют, я не знаю, как их зовут. И нас сразу с Серегиным забрали, двоих. А Славу сразу отсоединили. Мы спросили, а его куда? Они говорят, а его домой. И поэтому даже слухов у нас не было, мы даже ничего не спрашивали ни у кого. Даже не интересовались этим. Другими как-то интересовались, а мы подумали, что он дома уже. Это все, что Олег рассказал о пережитом. Восемь месяцев плена еще дадут о себе знать. Оказывается, человек может вынести и не такое. Я считала, что должно пройти какое-то время. Если он захочет о чем-то рассказывать, он расскажет. А вот первое время, то есть мы немножечко его щадили. И на эту тему не говорили вообще. В год 95-го года участь Грозного была предрешена. Небольшие отряды сепаратистов спешно покидали город. Каждая банк-группа уводила с собою пленных. Они несли тела раненых и погибших боевиков. В одной из таких групп оказались Серегин с Дадахкаевым. Боевики несли потери, меняли базы и пути отхода, попутно вымещая зло на пленных. Первый раз Олега сильно избили 29 января. Били ногами, кулаками, гранатой по голове. Потом стали бить регулярно. Особенно усердствовали подростки. Их словно диких зверенышей натаскивали на кровь российских солдат. Однажды пленных охраняли наемники ингуши. Кто-то им подсказал, что среди заложников есть осетин. Дадахкаева избивали несколько часов, приводили в сознание и снова били. Пока Серегин не упросил начальника охраны, чеченца, прекратить эти пытки. Самые ужасные глаза. Глаза были вообще никакие. Он мог улыбаться, но глаза были, не знаю, и такие остались. Говорят, глаза посыпаны пеплом. Он смотрел на нас, на всех вот здесь, да? И мне казалось, что вот здесь все живете, так все хорошо, так все замечательно. И ничего вы про эту жизнь не знаете. Уже дома, узнав, что ему выписали свидетельство о смерти, Олег отшучивался, мол, жить буду долго. После госпиталя они с женой уехали в санаторий в Сочи. Но Олег постоянно рвался домой, словно его что-то беспокоило. В ноябре Дедахкаевы приехали во Владикавказ. Пригласили гостей, чтобы отпраздновать освобождение Олега. Но собрались уже по другому поводу. Пытки, пережитые в плену, сделали свое дело. Олег сидел в кресле. А я вышла на кухню. Вот я вышла на кухню, буквально через секунду прибегает моя старшая дочь и говорит, что папе плохо. Я заскочила в комнату, он сидел в кресле, он вздохнул три раза и все. И все. Менее чем через полгода Тамара получила второе свидетельство о смерти мужа. В лаконичном медицинском заключении записано, внутренним органам Олега Дедахкаева в результате постоянных избиений причинены травмы, несовместимые с жизнью. Тамаре врачи сказали, что у Олега внутри была сплошная незаживающая рана. Но вернемся к событиям 11 декабря. Еще ведутся переговоры об освобождении пленных. Еще есть надежда на благоприятный исход дела. В составе тревожной группы на помощь своим отправляется начальник разведки полка майор Вячеслав Афонин. И по сей день судьба этого человека до конца неизвестна. Но тогда, в конце декабря, его жена Галина получила эту весьма странную телеграмму, написанную с ошибками от имени мужа, но не самим Вячеславом. Пришла телеграмма. Телеграмма пришла 27 декабря с Хасавьорта. Там написано, «Нахожусь в плену, все нормально, приезжай, Славка». Я с этой телеграммой пошла к Миндзюте. Там Миндзюд у нас был командиром части. Вот они эту телеграмму проверили, сказали, что это телеграмма оттуда. Галина рвалась в Дагестан. Ее звала подпись «Славка». Так Афонин называл себя дома. Но когда женщине объяснили, что и чеченцы таким образом сокращают русские имена, Галина осталась дома. А в Хасавьорте ее, возможно, уже ждали похитители. Ведь сам Афонин 27 декабря никакой телеграммы отправить не мог. Еще двумя неделями ранее Афонина и других захваченных военнослужащих вывезли в Грозный. Быть может, именно боевики сочинили эту телеграмму, чтобы сначала выманить, а потом захватить женщину и склонить майора Афонина к сотрудничеству. Его знания и опыт были им как нельзя кстати. У меня было опасение, что за Афонина, потому что должность у нее начальника разведки, и наверняка там документы были при нем. Не знаю, смог он их как-то спрятать. И самое главное, не уверен, что он бы это стал делать. Он просто не стал с ними любезничать. И в какое-то время боевики эти поняли, что это один из самых ключевых фигур в нашей части. Кого только Галина не просила помочь выяснить судьбу пропавшего мужа, это ответ из управления главного командования внутренних войск. Все казалось безрезультатно. А через два года после исчезновения мужа Галину Афонину вызвали в суд. Я сказала, ничего, абсолютно никаких сведений не имею. И вот они сразу решили, что надо его признать умершим, потому что уже прошло два года. По закону нужно уже умершим считать. Вот и все. И так же Нижегородский суд быстренько все это решил вопрос. По решению суда Галине выписали это свидетельство о смерти мужа. Но тело Вячеслава до сих пор не захоронено. Уже более 12 лет, с декабря 1994 года, родственники офицера так и не знают, жив он или нет. Судьба еще одного офицера 57-го полка внутренних войск оказалась накрепко связана с другими героями нашего фильма. В конце февраля 1995 года в подвале одного из домов Грозного обнаружен труп российского офицера, убитого выстрелом в затылок. Эта записная книжка оказалась во внутреннем кармане его бушлана. Она принадлежала командиру роты 57-го полка капитану Андрею Романову. О том, что с Андреем случилось несчастье, его жена Валентина узнала перед самым Новым годом. Я узнала только, поняла, что что-то неладное, когда мне 30 декабря 1994 года вдруг ни с того ни с сего и с счастью принесли елку. Принесли елку и сказали, вот вам елка новогодняя, вашим дизем. Ну и потом уже все объяснили. В Чечню на розыске сына отправилась мать, Лилия Романова. В шали ей посоветовали ехать в Гудермеск к Басаеву. Поговаривали там много пленных. Может, удастся что-то узнать об Андрее. Отвезти ее вызвался пожилой чеченец. Он же пообещал сам поговорить с Басаевым. Карточка есть? Давайте мне. Еще не... Я, говорит, буду в пятницу, в пять часов вечера. Я вам точно все скажу. Я все списки проверю, что в Шалинском районе я вам все сделаю. Лилия Романова исколесила всю округу, пытаясь получить хоть какую-то информацию о том, где может находиться Андрей. Но встреча с Басаевым в его штабе перечеркнула все ее надежды. На первом этаже стояла его охрана. И когда поднимался мэр, ушел к нему в кабинет, да, я спросила, я говорю, здесь нет ли тюрьмы для офицеров. Он говорит, здесь вообще нет тюрьмы. А они уже спускаются, и вот он на эти слова через перила вот так и говорит, даже если бы он здесь и был, я собственными руками его бы расстрелял. Но мы сели, обратно уехали. Оставалась надежда на встречу с Масхатовым. Матери объяснили, что в Хасабюрте военных захватывали по его личному приказу, а значит, он хозяин заложников. И посоветовали съездить в Долинск, что в 30 километрах от Грозного. Это было логово бандитов. Но женщина была готова отправиться хоть на край света. И тут неожиданно она наткнулась на Масхадова, который в тот день зачем-то приезжал в Шали. Он подъехал на газике. И он в этой форме такой подъехал. И у него дикция русская. А он сказал, у меня списков нет. Списков нет. Все сгорело в Грозном. Сейчас, говорит, обмен идет у нас только по головам. Вот сегодня 20 человек волгоградских ребят отпустили по головам. Я там не знаю, какие там фамилии. Петровы, Ивановы или Сидоровы. Меняем голову на голову. Так ничего и не добившись, Лилия Романова отправилась в Моздок. Туда ехали многие, чтобы попытаться хоть что-то узнать о судьбе своих сыновей и мужей, пропавших в Чечне. Люди ехали со всей страны. В Моздоке приютом для них стал один из кинотеатров. Весь вход обклеен фотографиями. Написано, мама, я тебя ждал, не дождался, приклеено. И вот все обклеено. Это вот они на вертолетах из Грозного возят сюда, в Моздок. И все родители приезжают. Здесь они на сумках. Лежат все в этом фойе этого кинотеатра. Лилия Александровна ждала ответа несколько дней, но оказалось напрасно. Капитан Романов считался пропавшим без вести. Военные летчики из Нижнего Новгорода согласились отвезти мать офицера домой. По пути самолет должен был сделать посадку на подмосковном военном аэродроме. Когда приземлились, в самолет вошли солдаты и начали выносить какие-то длинные ящики, которыми был заполнен грузовой отсек. Смотрю и думаю, что там может быть? Есть ли патроны, почему такие длинные? А если это какое оружие? Ну, все-таки очень тяжело, мальчишки в шестерон не могут поднять это. В марте 95-го года Лилия Романова подала заявление о всероссийском розыске сына. Прошло около недели, когда ее вместе с женой Андрея на опознание погибшего офицера. Женщин ждало жуткое испытание. У Андрея на голове с правой стороны был небольшой шрам. Еще в детском саду он ударился о батарею. Не помня себя, Лилия Романова вошла в комнату для опознаний. Мне надо было найти правую сторону. У меня ноги уходят под топчан. Вот я чувствую, что мне надо быстрее. Я этому эксперту говорю. Где правая сторона? Вот до чего, что я не могла. Где правая сторона? Вот. И вот и родинка. Вот и шрам. И все есть. И его волосы только грязные волосы. Пыльные так. Глаза закрыты. Нет у него носа. Вот этой мякоти. И пуля прошла с шеей с выходом через нос. Когда женщины на самолете возвращались с телом Андрея в Нижний Новгород, мать офицера вдруг поняла, что за ящики еще недавно с таким трудом выгружали солдаты на подмосковном аэродроме. Это был груз 200. Пока я из Ростова не повезла груз 200, до меня не дошло. Я просто терялась. Там написан адрес, там написан. А что это? Ну, когда самой пришлось везти это. Вот я и поняла. Что везли тогда в Москву? Груз 200. Груз 200. Так в военных документах называют тела погибших. Узнав, что у Валентины Романовой погиб муж, ученики школы, где она преподает, назвали его именем свою пионерскую организацию. Правда, со временем пионеров в школе не стало. Лишь на школьном дворе остался этот гранитный камень в память о погибших воинах. Чудом сохранившийся рисунок. Андрюша нарисовал этот кораблик еще в детском саду и почему-то назвал его Грозный. 30 лет спустя Андрей Романов погиб в городе с таким же названием. А это последняя записка сына. Мама, полк подняли по тревоге, я уехал. Ежегодно 11 декабря в Нижнем Новгороде вспоминают военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне. Среди них и правшие офицеры 57-го полка внутренних войск. Первые жертвы десятилетней Чеченской войны. Всего на плитах этого мемориала высечено 500 имен. Война забирает лучших. В конце 95-го года полк был переформирован в 34-ю бригаду оперативного назначения, которая после выполнения боевого задания в декабре 2006-го выведена из Чечни к месту постоянной дислокации в Нижегородской области. За плечами многих из этих ребят дороги 1-й и 2-й Чеченской, штурм и оборона Грозного, сотни жестоких боестолкновений, восстановление мирной жизни в Аргоне и потеря боевых товарищей. После трагических событий 11 декабря 94-го года больше никто из военнослужащих полка не был взят противником в плен. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова